Томсо, по твоему мнению, является ли Армения оккупантом? Как ты думаешь, Даудов будет президентом Ингушетии? Так, скажи тебе, Хасану, можно вести переговоры с кадыровцами, чтобы кинуть их, в чем я бесконечно рад? А другие, если вели какие-то переговоры, чтобы тоже кинуть, то это предательство? Так, Томсо, если чеченцев и кинцев вернут в свои дома, но никакого разговора про передачу Навалака в состав Чечни вестись не будет, можно будет заявить, что вопрос закрыт и между нами нет терок? Нет, конечно нет. Мы же понимаем, что вопрос справедливости, когда ты часть этого вопроса закрываешь, например, возвращаешь дома людям, но в другую часть не исполняешь, что это не справедливость в полном объеме. Поэтому, конечно, нет, тема закрыта не будет, но даже возврат людей в свои дома, то есть вернуть им свои имущества и так далее, это, конечно, безусловное благо, и я бы, конечно, такое приветствовал, но это не было бы закрытием вопроса. Чтобы закрыть вопрос, нужно ту несправедливость, которая была в свое время, ученина, ее нужно исправить. А чтобы ее исправить, нужно, сам этот район должен административно быть восстановлен, и сам этот район должен быть частью единой чечения. Тогда это будет восстановление справедливости. Томсо, по твоему мнению, является ли Армения оккупантом, как и Россия, Армения убивала безоружных людей, разрушила их дома, освиняла мечети? Сейчас уже нет, сейчас она ничего не оккупирует, но когда она оккупировала Нагорных Арабах, тогда они, конечно, были оккупантами. Если бы стал президентом Чечни, тебя бы испортили деньги и власть. Просто власть и деньги портят не всех, конечно, но большинство. Мы не узнаем об этом, если не появятся деньги, не появится власть. Только тогда мы узнаем, кого она, кого они портят, кого они портят. Можно бить себя в грудь, говорить, что я не такой, но по факту это всего лишь слова. Чтобы это достоверно узнать, нужно с этим столкнуться. Поэтому вообще деньги, особенно власть, даже не столько деньги, а власть, это огромное искушение. И действительно власть очень сильно меняет и портит людей. Поэтому нужно постоянно прибегать к защите Аллаха от того, чтобы он, если даже он испытает нас подобным испытанием, чтобы мы его прошли достойно, чтобы мы не впали в это искушение, не испортились. Тумсо, почему на канале появилась реклама? Тебе вернули монетизацию? На канале реклама никогда не уходила. Это просто для зрителей, находящихся в России реклама не показывается. То есть YouTube, Google отключил монетизацию для просмотров, которые в России. Если ты находишься не в России, или если у тебя, например, включен VPN, как будто бы ты находишься в другой стране, то тебе реклама будет показываться. И это никак не связано со мной. То есть там нет такого, что Тумсо отдельно что-то отключили, или Тумсо его включили. Это вообще не зависит от самого блогера. Это зависит от зрителя. И если Google отключает рекламу для какой-то конкретной страны, то в этой стране рекламы показываться не будет. И просмотры, которые были в этой стране, никакого дохода блогеру приносить не будет. Как ты думаешь, Катрикадзе и другие журналисты независимы в выборе позиций по Палестине, или все-таки установка дается сверху? Я думаю, что это их позиция. Вне зависимости от того, там сверху дается или снизу она идет. Но я думаю, что в этой позиции они абсолютно искренне. Это видно, что они не играют, там они из себя ничего не выдавливают. Это их искренняя позиция. Так, что вы думаете про Дока Умарова? Почему русские убили именно его? Чем был противен Дока против турок? Это какой-то странный вопрос. Почему они убили Доку? Потому что Дока был их враг. Враги убивают друг друга. Как ты думаешь, Давудов будет президентом Ингушетии? Как ты думаешь, если Россия нападет на Казахстан, чеченцы, которые там живут или жили, будут ли защищать Казахстан против оккупации русскими? Я думаю, да. Ведь не то, что думаю. Те граждане Казахстана, чеченцы, которые являются гражданами Казахстана, это будет их обязанность, как граждан этой страны. Поэтому я думаю, что да. Следил ли ты за ПМФ, Международный Петербургский форум? Ну, как следил? Какие-то моменты, как там Путин говорил, вы что, сдурели? Вы что, тупые? Это я, конечно, видел. За 25 лет есть изменения. Тот чувак уже не кричит на вокзале Асинах-Северного Отца Тайвет. Ну, того чувака, наверное, заменил другой чувак или другая женщина. Но в целом ситуация не изменилась. Как ты относишься к тому, что в некоторых странах Европы на выборы побеждает больше ультоправа? Я отношусь к этому как к факту. У меня нет к этому хорошего или плохого отношения. Ну, да, такая ситуация сейчас во многих европейских странах. Поэтому нужно просто понять, принять и как-то жить с этим. Кавказские республики надо связать быстрее электричкой, будет экономный рост сильный. Да, о кавказских республиках сейчас говорить даже не приходится, если тебе отвечают, что типа у нас нет необходимости, нет пассажиров. Или что это будет как-то мешать автомобилистам. Это вообще, конечно, был самый мощный довод. О каком там межрегиональном сообщении можно говорить? Как ты думаешь, или может у тебя есть довод после твоей смерти? Зачтется ли твое движение как благое дело, что тебя движет чисто интересно, без всяких подколов? Я не хочу на эту тему рассуждать. Это сейчас надо сидеть сейчас, либо себя расхваливать, либо надо сидеть и себя критиковать. Но я не хочу делать ни того, ни другого. Поэтому давайте то, что между мной и Всевышним Аллахом, это останется между мной и Всевышним Аллахом, а мы будем обсуждать насущные темы. Так, Чингиз, помни, какой телефон был у тебя 20 лет назад, а теперь сравни с тем, который есть сейчас. Вот и с республикой должно быть то же самое. Нет, не должно. Зачем? Ведь этот телефон выполняет все те же самые функции. Зачем ему нужен другой? Тут это, видишь, тут уже это другое. Тут это так не работает. У них я имею в виду. Томсо, скажи мне, если я не ненавижу Кадырова, ты впустишь меня, когда я окажусь путником у твоей двери и попрошу еды. Ты знаешь, когда ты окажешься путником у моей двери, я понятия иметь не буду, кого ты там поддерживаешь, нравится тебе Кадыров или не нравится. Но я убежден в том, что, будучи путником и сторонником Кадырова, оказавшись перед моей дверью, ты вряд ли захотел бы ко мне зайти. Так, скажи тебе, Хасану можно вести переговоры с Кадыровцами, чтобы кинуть их, в чем я бесконечно рад, а другие, если вели какие-то переговоры, чтобы тоже кинуть, то это предательство? Это даже не вопрос, это утверждение, по-моему, но оно неверное. Ради Бога, введите переговоры, кидайте, всячески вредите, вообще никаких вопросов вам у меня не будет. Наоборот, буду только рад, если кто-то с ними, если их кто-то кинет, проведет с ними переговоры, их обманет, надует, как-то иначе, может быть, их там накажет. Просто респект и уважуха вам, ребята. Главное, чтобы это было именно кинуть, наказать, а не так, чтобы вы с ними переговорили и потом оказались там рядом с ними и говорили, что Ахмат – это сила там и так далее. Если вы так себя поведете, то вы их не кинули, это они вас кинули. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова